Всем привет! Наконец-то мне пришел полетный контроллер Racer Stab F405 Wing Nano. Поставить я его планирую в ZOHD DART 250G вместо PixRacer, который сейчас у меня установлен. С одной стороны это будет некоторый даунгрейд, а с другой стороны некоторый апгрейд. Даунгрейд, потому что в PixRacer стоит SM32 F427 2 мегабайтами флеш памяти, а в Wing Nano стоит SM32 F405 с 1 мегабайтом флеша, что означает невозможность использования лоа скриптов в прошивке ArduPlan. Но с другой стороны встроенная OSD датчики тока и напряжения обеспечат более чистый билд и экономию веса. В этом видео я пройдусь по его техническим характеристикам и прошивкой ArduPlan. А в следующем видео я уже расскажу о модернизации DART. Так, поехали! Оставляется полетный контроллер вот в такой коробочке. В комплекте имеется в принципе все необходимое и даже больше. Я не ожидал, производитель даже положил вот такие вот разъемчики XT30 и XT60 с силиконовыми проводами. Проводочки для подключения сервоприводов, 4 штучки. Родной крепеж. Размерность у него 20 на 20. И также имеется переходничок на квадрат 30 на 30. Для начала, особенности данного полетного контроллера. Первое. Для подключения к компьютеру используется USB Type-C. Причем не просто Type-C, а вот на таком выносном шлейфе, что позволяет установить его в глубине фюзеляжа и вывести отдельно вот такой вот разъемчик. Что я и сделаю. Я его установлю в пену борда фюзеляжа, а разъем вот этот заткнул силиконовой заглушечкой, чтобы не упала туда вода и грязь. Второе. Полетник представляет собой вот такой вот аж трехэтажный стек. Давайте разберем и посмотрим, что там имеется внутри. Так, отделилась одна часть и вторая часть. Третье. В модуле имеется встроенный Bluetooth-адаптер, что позволяет подключаться к нему с мобилой или планшетом. Супер. Четвертое. В полетнике имеется разъемчик под флеш-карту, что позволяет взять полноценные полетные логи. На борту имеется процессор STM32F405, беспроблемный акцелерометр гироскоп МПО-6000. На обратной стороне я вижу имеется барометр BMP280, микросхема OSD, AT7456. Еще там фильтрующие конденсаторы, диоды, микросхема обвязки, так понимаю. Так, и на последней, третьей, сова нижней плате имеется датчик тока на 104 Ампера. Также здесь имеется датчик напряжения, что еще два преобразователя напряжения. У нас, видимо, более слабый 2 Амперный для питания полетного контроллера и более мощный 4 Амперный для питания сервовыходов. На борту имеется 4 доступных посетительных порта, 2 выхода для подключения моторов, 4 выхода для подключения сервоприводов, 2 шины I2C, светодиодные индикаторы, инвертер S-BAS на втором УАРТе, датчик тока до 104 Ампер, датчик напряжения, выход для подключения адресных светодиодов, выход для подключения пищалки, выход для подключения аналогового RSSI, если приемник радиоуправления не может отдавать уровень сигнала в одном из каналов, бег на 5 Вольт 2 Ампера для питания полетника, регулированный бег от 5 до 7,2 Вольт на 4 Ампера для питания серв, правило не хватает только бега для видеорегистратора, но, видимо, ему тут места не оказалось. Также на полетном контроллере отсутствует магнитометр, но поскольку обычно его все равно приходится отключать, поэтому это сложно считать недостатком. Также имеется только один акселекометр, что не в полной мере реализует потенциал EKF в R2P, но в принципе и это не беда. Также из недостатков отсутствует LC-фильтр для питания в виде передатчика и курсовой камеры. Предполагаю, что будут помехи на камере при работе мотора. По крайней мере, пока я не поставил LC-фильтр при использовании PixRacer, от помех с курсовой камеры я избавиться не мог. Low-ESR конденсатор на регуляторе не помогал и правильное подключение земли также не помогало. В общем, поставлю сначала я его без LC-фильтра, проверю, а потом, если что, поставлю. На этом мини-обзор закончен. Перехожу к прошивке. Для этого зажимаю кнопочку, подключаю USB-кабель к компьютеру. На компьютере запускаю стены на лица Cube Programmer, скачиваю свежую прошивку с закручником Ardup Pilot для таргета F405 Wing. И загружаю ее в STM32 Cube Programmer. Выбираю нужный комп-порт. Жму подключиться. И заливаю прошивку в микроконтроллер. Кстати, с завода туда залита прошивка AIN-AV версии 2.5.1. Отлично, прошивка залита, можно перезагрузить контроллер. Проверяю, что устройство корректно установилось в системе, и теперь к ним можно подключиться с помощью Mission Planner и Q-Ground Control. На этом на сегодня все. Если видео было интересно и полезно, ставь лайк, подписывайся на канал, потому что в следующих видео я вам расскажу, как я буду этот полетный контроллер устанавливать на ZOHD DART 250G и настраивать на нем Arduplane.